Расширять производство в наше сложное время непросто, поэтому любое развитие сегодня можно рассматривать как показатель делового благополучия и верных бизнес решений. Автотехцентр Волин, открывая новейший малярно-кузовной цех, этим еще раз заявил о своем лидерстве в отрасли. В 90-х годах здесь был пустырь, там была керосиновая лавка, куда люди ходили, газа вообще не было, ходили за керосином. Здесь была голубятня очень хорошая. Сейчас вы видите один из современных здесь центров. Я думаю, что то, что мы сделали, мы на этом не остановимся. У нас развиваются другие производства. Как все гениальное, секрет успеха прост. Нужно всего лишь собрать коллектив единомышленников, добавить надежных партнеров и современные технологии. Однако в реальности выполнить это гораздо сложнее. Посещение техцентра главой района придало празднику дополнительный вес. Любое новое производство влечет за собой развитие территории и улучшение качества жизни людей. Бюджет получает дополнительные налоги, местные жители – стабильную, хорошо оплачиваемую работу. Андрей Иванов не просто осмотрел цех, поинтересовался особенностями предоставляемых здесь услуг, но и попробовал себя в качестве художника-аэрографа. А затем оценил работы известного аэрографиста Ильнура Мансурова. Для нас очень важно, что такие центры появляются не только в Одинцово, но и в наших поселениях. Большое количество идет положительных отзывов о работе этого центра. Порядка 200 клиентов здесь проходит в течение дня. Это большой объем, всем предоставляется качественная услуга. Для нас открытие таких новых центров или новых линий, как вот сегодня, это дополнительные рабочие места, это дополнительные налоги, это повышение качества тех услуг, которые предоставляются на территории района. Это дополнительная мотивация для наших жителей не ехать в Москву, потому что все услуги можно будет получить на территории района. Одна из составляющих успеха – умение подбирать людей. 70% коллектива работает в Волине с момента основания, то есть с 2003 года. Но присматриваются здесь и к талантливой молодежи. К нам обращается много молодых ребят. У нас заключены договора с техниками Одинцовского района, заключены с МАДИ, с Тучковскими техниками. Но ребята приходят, теоретически безграмотные. Почему? Объясню. Та база советской системы, которая была сформирована, она уже фактически, ну как сказать, неприемлема. Если мы возьмем программиста 20 лет назад и сейчас покажем, какие вышли новые технологии, гаджеты, все остальное – это небо и земля. Поэтому также он приходит в наш центр с нашим современным, на мировом уровне качества оборудования. Он подходит к нему, как к космическому кораблю. И естественно начинается обучение заново. Многофункциональный техцентр «Волин» предлагает сегодня достойную альтернативу официальным дилерам, демонстрируя комплексный и неравнодушный подход к решению проблем своих клиентов. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.